Привет! С вами Александр Анатольевич. В эфире программа Breaking News Weekly. И сегодня мы вспомним самые горячие, важные и интересные новости за прошедшую неделю. Хотите быть в курсе главных светских событий? Тогда продолжайте смотреть наш выпуск. Сегодня я расскажу о том, что на юге России завершилось самое модное событие сезона – Сочи Fashion Week. Том Круз готов к свадьбе. Кто она, избранница актера? Лучшие образы с показа новой весеннелетней коллекции Игоря Чапурина. Дэниел Крэг уже знает, кто должен стать новой девушкой Джеймса Бонда. И много другой любопытной информации. На юге России завершилось самое модное событие сезона – Сочи Fashion Week. Съемочная группа телеканала World Fashion не пропустила ни одного громкого события. Еще бы, ведь мы официальные партнеры, будь то вечеринка или модный показ. Вместе с Папином и Праяном, продюсером Сочи Fashion Week, мы подвели итоги мероприятия. Что из этого получилось? Смотрите и слушайте. В данный момент я с удовольствием поговорю с самым главным зачинателем всей этой истории, продюсер Сочи Fashion Week Папин. Вот когда уже все закончилось, когда можно немного передохнуть и сделать какие-то выводы. Как вы считаете, все успешно? Все прошло гладко. Конечно, есть некоторые моменты, которые нужно доработать. Как любой организатор всегда делает выводы после мероприятия. Какие интересные выводы мы можем сделать? Организационные? Организационные нужно понимать, Сочи Fashion Week проходит здесь первый раз неделя моды. И мы думали, что будет с этим большая проблема именно с людьми, которые будут приходить на показы. Но мы не ожидали, что будет такой ажиотаж. Приятно удивлены. Кто из дизайнеров, которые в этом году, в этом сезоне приняли участие, запомнились публике и запомнились вам? Совпадает ли это? Очень сильно поддержали и это нормально. Местного дизайнера Оксана Гууменюк, она реально показала высокий пилотаж искусства дизайнерского. Меня, конечно же, зацепила коллекция Игоря Чебурина, но меня зацепила Ольга Якубович. Она просто была на таком высоте. Ее показ был таким мини-спектаклем. А как вы думаете, кто самый перспективный из новичков в Сочи Fashion Week? Мне очень понравилась коллекция Натальи Дороган. Она тоже дебютировала, и я уверен, что у нее очень большое будущее в мире моды. Почему выбор пал именно на вот этот, без преувеличения, легендарный зал? Здесь есть своя атмосфера. Все люди, которые были в Сочи, побывав на Морвокзале, у всех, конечно, восторг. И мы считаем то, что это самая такая центральная достопримечательность этого города. Мы должны были начать именно отсюда. Это очень символично. Я вообще верю в символизм. Поэтому все, что мы делаем, чему мы подходим, мы все в это вкладываем определенный смысл и символ. Главное пожелание к следующей неделе. Главный момент, который вы хотите обсудить, устроить. Может быть, есть уже идея, как это будет проходить. Может быть, есть какой-то лейтмотив. Сочи, он очень замечательный город. И он реально может стать столицей моды. Потому что это уникальное место, где море встречается с горами. Спасибо вам за Сочи Fashion Week, за идеи, за бессонные ночи, труд, кастинги. И главное, хорошие показы и добрые имена, которые, надеюсь, стартовали здесь и дальше будут только развиваться. Спасибо вам. Мы только что с удовольствием поговорили с Папином, продюсером Сочи Fashion Week, который полон энтузиазма, равно как и мы. Так что увидимся на уже следующий Сочи Fashion Week в марте 2018 года. Том Круз готов жениться на своей новой избраннице. Меньше года назад, в марте прошлого года, зарубежная пресса сообщила о том, что у голливудского актера появилось новое увлечение. Ванесса Кирби. Игра актрисы в сериале «Корона» так впечатлила Тома Круза, что он настоял на участии девушки в шестой части картины «Миссия невыполнима», сопродюсером которой он является уже не первую серию. Инсайдеры сразу заговорили о том, что между партнерами по фильму пробежали флюиды. А Том просто по уши влюбился в Ванессу. Настолько он был сражен ее обаянием и талантом. Теперь же западные анонимные источники сообщают, что в ближайшем будущем голливудский актер планирует сделать предложение Ванессе. Что интересно, до сих пор не поступало официального подтверждения развивающегося романа от представителей Круза и Кирби. Но во время беседы с Томом один из ловких журналистов спросил, а смог бы он полюбить героиню Ванессы Кирби в сериале «Корона». Актер ответил на это согласием, заявив, что он истинный романтик и мечтатель. По обыкновению пресса расценила ответ по-своему, как подтверждение отношений. Интересно, дождемся ли мы официальной информации от самих актеров или их представителей? Игорь Чапурин – один из самых популярных и востребованных российских дизайнеров, чьи новые коллекции всегда вызывают ажиотаж у публики и повышенный интерес со стороны прессы. На днях была презентована новая весенне-летняя коллекция. Какие образы предлагает модный дом Игорь Чапурин для грядущего сезона? Узнаете прямо сейчас. Я считаю, он делает просто изумительные, идеальные костюмы, и у меня их уже очень много в гардеробе, и я не могу каждый раз остановиться. Он сам волшебный человек, он настолько много любви в нем живет, и он всю эту любовь вкладывает в то, что он делает. Я являюсь большой поклонницей его таланта, несмотря на то, что, конечно, в первую очередь испытываю очень теплые чувства как человека и как друга. Девушка от Игоря Чапурина, она всегда очень сдержанная, и она всегда очень элегантная. Это коллекция, анализ второго десятилетия, потому что все-таки мы родились в 20 веке, я как дизайнер. И мне интересно, что за 20 лет произошло с обществом, с модой. Это время, конечно, очень любопытной эклектики. Это время, когда многие пытались понять, как будет развиваться жизнь, как будут развиваться люди. Я, как дизайнер, думал о том, как будет развиваться мода. Здесь и хипстерство, здесь и полная маниакальность быть молодым. Здесь очень много прекрасных трендов, о которых никто не думал в 20 веке. Поэтому мы показываем очень легкую, но очень концептуальную коллекцию. Музой этой коллекции для меня, наверное, во многом стали модели 90-х, которые красиво перешли в 2000-е. И вот эта умная, дерзкая и резкая красота, она меня очень наполняла. Шикарная коллекция. Ну, это я всегда так говорю. Вы знаете, вы можете взять все синхроны, которые записаны на протяжении лета до 7. Называются Чуриковы после показа Чапурина. И с небольшими вариациями приблизительно будет все одно и то же. Ну вот, потому что это идеально. «Джеймс Бонд» — это популярная сага, у которой есть фанаты по всему миру. В разные годы исполнителями роли знаменитого суперагента становились избранные, которые прошли жесточайший кастинг. Конечно, культовым агентом 007 стал и Дэниел Крэг. Напомним, он появился уже в пяти экранизациях, а сейчас готовится к съемкам шестого фильма в роли Бонда — Джеймса Бонда. На днях стало известно, что Крэг настаивает на том, что новой подругой суперагента 007 должна стать Моника Белуччи. Актера не смущает тот факт, что итальянская актриса немного не вписывается в возрастные рамки этой роли. Обычно девушку Бонда играют более молоденькие актрисы. Кстати, для тех, кто не в курсе, рассказы. Крэг и Белуччи уже встречались вместе на съемочной площадке Бондианой 007 «Спектр». Тогда Моника сыграла сеньору Скиару — безутешную вдову известного преступника. Инсайдеры сообщают, что Дэниел Крэг очень ждет возвращения актрисы в новом фильме. Но пока неизвестно, как проходят переговоры и удалось ли актеру убедить продюсеров в своей правоте. В Государственном Кремлевском дворце прошел концерт певицы «Зары». По признанию артистки, это шоу стало для нее особым этапом в творческой жизни. Наша съемочная группа пообщалась с певицей за кулисами. Подробности прямо сейчас. Не переключайтесь. Конечно же, будут различные красивые видеоконтенты, красивые наряды. Я надеюсь, что они вам покажутся красивыми. Надеюсь, что понравится. Будет четыре наряда. Хореограф Сергей Черкасов, режиссер Алексей Голубев, оркестр под управлением Феликса Арановского. Сегодня я не буду отжигать. Сегодня все серьезно, академично, красиво, талантливо, восхитительно. Я очень надеюсь, что сегодня концерт будет именно душевный. Что теплый, душевный вечер. Обувная сеть «Рандеву» по традиции собрала друзей и поклонников марки, чтобы презентовать новую коллекцию. Как всегда, не обошлось без сюрпризов. Одним из которых стал паблик-ток с Полиной Поповой. «Мисс Россия-2017». Подробности узнаете из нашего специального репортажа. Сегодняшнее мероприятие посвящено показу новой коллекции обуви «Рандеву». Мы сделали специально для этого подиум, в котором видно только ноги, чтобы не отвлекать внимание от самого главного, собственно, от самой обуви. Главная философия бренда «Рандеву» — это то, что каждый человек может найти здесь что-то для себя. И мужчины, и женщины. И с недавнего времени мы запустили продажу детскую коллекцию. Специальным гостем мероприятия станет «Мисс Россия-2017» Полина Попова. Мы сотрудничаем с конкурсами «Россия» уже очень давно. Очень любим его, поддерживаем девушек. Мы понимаем, что для того, чтобы стать самой красивой и грациозной девушкой страны, обувь играет очень большую роль. Я знакома со всеми коллекциями «Рандеву». Я частый гость в этом магазине. Но всегда есть приятные новинки. Это удивляет. «Рандеву» всегда собирает самые модные коллекции со всего мира. И очень здорово, что они не идут на поводу, мне кажется, у мода. Они ее создают. В магазинах «Рандеву» представлено очень много коллекций, которых нельзя найти нигде. То есть эксклюзив. «Рандеву» всегда выбирает замечательные бренды и очень красивые модели. Поэтому я всегда с удовольствием и перехожу на мероприятия. И вообще постоянный покупатель этой замечательной большой сети магазинов. На сегодня у меня все. Вы смотрели программу Breaking News Weekly. И вместе мы вспомнили лучшие за прошедшую неделю. С вами был я, Александр Анатольевич. Теперь мы видимся все чаще. Пока!